На сессии депутаты также поддержали решение администрации Ненецкого округа о реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений. К школам лесозавода, Амдр, Мустькары и Нижней Пёши присоединят детские сады. Одним целым станут дошкольные образовательные учреждения «Ромашка и Родничок», к детско-юношескому центру «Лидер» присоединят «Старт». На стадии рассмотрения вопроса решение о реорганизации обсуждалось в коллективах и на сходах граждан. Напомню, инициатива по объединению принадлежит самим руководителям, чьи учреждения попали в трудное финансовое положение. Вторая школа плюс детский сад «Теремок» – это объединение, собственная инициатива руководителя учреждений. Мотив – затруднительное положение, в которое попала школа микрорайона «Лесозавод». Согласно нормативно-подушевому финансированию, для городских школ существует стандарт – 25 человек в классе. Сегодня во второй школе обучается 311 ребят. Этого явно мало для достаточного финансирования учреждений из бюджета округа. Но у медали есть и другая сторона. Вместить больше детей в здание школы просто не сможет. Объект рассчитан на 190 человек. Спасает только старое здание школы. Объединение с детским садом «Теремок» поможет решить сложившуюся проблему. В результате реорганизации будет сокращена должность заведующего детским садом, а также отдельные должности административно-управленческого и обслуживающего персонала. Заведующий детским садом будет переведен при наличии согласия на должность заместителя директора средней школы, руководителя необособленного структурного подразделения. По информации Департамента образования, высвободившиеся в результате реорганизации средства только в этом году составят около 400 тысяч рублей. В последующие годы – до 2,5 миллионов. Эти финансы в учреждения и пойдут на образовательный процесс, заработные платы педагогов. Есть в реорганизации определенные плюсы. Объединение обеспечит непрерывность образования на трех уровнях и преемственность. По такому же пути пойдут учреждения образования в Амдерме, Нижнепёше и Усть-Каре. Норматив для сельских школ составляет 14 человек. Например, в школе Усть-Кара сегодня обучается 93 человека. Средняя наполняемость – 10,3. В детский сад посещают 40 человек. Объединение также поможет уложиться в норматив подушевого финансирования. Кроме того, объединение учреждений позволит сократить затраты на обслуживание зданий и рационально использовать свободные площади. В результате реорганизации в учреждениях Амдерме, Усть-Каре и Нижнепёше также произойдет сокращение штатных единиц и ставок персонала. Одним целым станут также детские сады Нарьинмара – «Родничок» и «Ромашка». Необходимость реорганизации обусловлена потребностью повышения качества реализации общеобразовательных программ путем создания единой материально-технической базы единого кадрового потенциала. В дальнейшем планируется переезд и организованного учреждения в здании детского сада на 220 мест по улице Авиатора в городе Нарьинмаре, строительство которого к летнему периоду совершается. Реорганизация коснется и учреждений дополнительного образования. К детско-юношескому центру «Лидер» присоединится «Старт». Организации имеют схожие цели и задачи – реализация дополнительных программ в области физкультуры и спорта. На их базе занимаются спортом и дополнительным образованием около тысячи детей. Объединение материальной базы и педагогического состава позволит увеличить охват детей дополнительным образованием и расширить спектр услуг. При этом сокращение педагогов и тренеров не предполагается. Все решения администрации Ниньского округа были согласованы и приняты депутатами региона. Процесс не оптимизации ради оптимизации. На мой взгляд, все, что мы сегодня проголосовали, это как раз сохранить систему образования, которая была в округе у нас выстроена, и самое главное – дать шанс им на дальнейшее финансирование центра. Если мы рассматриваем школу-сад, вот эту систему, то мы здесь обязательно должны упомянуть то, что мы реорганизуем учебное заведение, которое в шаговой доступности. Возьмем пример вот такой известной, старинной, замечательной школы, как поселок Лисозавод. На сегодняшний день, к сожалению, никто не виноват, что было построено здание с малонаполняемостью денег. То есть для городской школы 25 человек в классе в данном здании посадить детей некуда. Следовательно, несмотря на то, что детский сад Теремок очень успешный и самодостаточный, мы создаем новый вот такой кластер школы детский сад, чтобы вопросы по заработной плате, вопросы по соотношению АПУ и педагогов, самое главное, вопросы преемственности между дошкольной образовательной организацией и школой были максимально отработаны. Как отмечают представители профильного департамента, проведение реорганизации образовательных организаций позволит сэкономить средства, связанные с содержанием административно-управленческого и обслуживающего персонала и общихозяйственными расходами. Это позволит перераспределить освободившиеся средства на организацию основной деятельности и увеличение уровня оплаты труда педагогических работников. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Телеканал Север.